И всем привет ребят, с вами Стрвайк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашему новому ивенту, который уже появился в нашей игре, обсудим его сегодня вместе с вами, выскажу свою точку зрения, ну а вы в комментариях напишите, что вы думаете по поводу этого замечательного ивента. Да, и если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос, лайк, обязательно подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона ксав на 20 тысяч танкоинов, для этого настройка в аккаунте, и все еще лишнее, так, так, тимпе, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и забывайте форму, которая есть в описании. Появился у нас, ребятки, сегодня новый ивент, который называется «Морской бой», я уже посмотрел вот этот вот замечательный видеоролик с видеоинструкцией, чтобы понимать, что к чему и как это все дело работает, в общем и целом, если вы еще не ознакомились, то рекомендую его тоже посмотреть, ну и я вкратце выскажу все, что я услышал, то есть у вас есть, как в стандартном морском бою, кто играл в морской бой, тот знает, как это дело работает, ну я думаю, что есть ребята, которые не играли в него никогда в своей жизни, поэтому вы выставляете свои танки с промежуткой в клетку, и при этом у вас есть еще одна мина, то есть вы ставите эту мину тоже, куда-то если натыкаетесь на мину, то вы не можете заработать максимальное количество энергии, да, если, я имею ввиду, вы выставили, например, танки, да, в бой пошли, и вы у противника наткнулись на мину, то вы уже не можете заформить максимальное количество энергии, да, количество энергии, да, и в этом бою у вас за один бой есть возможность фарма двух энергий, двух энергий, вернее не двух энергий, а двух вот этих вот замечательных очков, которые вы можете потом разменять, и при этом всем деле у вас есть возможность фарма этих очков с контрактов, С серебряных контрактов по 3 энергии вы можете фармить, с золотых контрактов вы можете фармить по 15 энергии для участия в этом замечательном морском боёчке. И при этом есть ещё у нас ивенты здесь, где вы можете получить тоже дополнительную энергию. Уничтожить 2 танка гранатой, 1 танк гранатой, 4 танка гранатой, 5 танков гранатой. Короче, вот эту темочку вы можете тоже получить здесь. В целом, выглядит всё интересно, выглядит всё у нас как всегда. А у нас... А нет, нету у нас дополнительных этих... О, ничего себе. Новый магазин? Это магазин? Да, это магазин. Это новый магазин, ребячки. Подъехал новый магазинчик, наконец-таки. Я этот магазин уже 40 лет назад видел. И вот он, наконец-таки, подъехал, этот новый замечательный магазинчик. Нету у нас, получается, здесь в этом морском бою ещё каких-то спецпаков, которые надо приобретать. То есть спецпаки не надо, надо покупать только лишь контракты. Вы можете за серебряные контракты всё это дело проходить. Даже без золотых контрактов. Ну и по итогу у вас есть возможность получить большое количество интересных устройств и получить легендарный ключ. Здесь, в принципе, все устройства вы видите на своих экранах. Из новых устройств я, честно говоря, ничего не вижу. Это все старые устройства. И вы все устройства можете получить. Которые, например, не появляются в каких-то других вещах, в контейнерах. Здесь, в этом ивенте, они есть. Есть даже модули. Модули кому-то, может, тоже надо. Их вы тоже можете отсюда получить. В целом, за один бой. Единственное, я только не понял, да. Этот бой можно при энергии там постоянно использовать. Ну, наверное, постоянно, да. Пока у вас есть энергия, вы можете идти в бой. Потом мы проверим, как это всё дело работает. Ну, и при этом вы фармите, получается, максимально за один бой два очка. А пять очков, ой, десять очков вы уже можете поменять на устройство. То есть, если вы выигрываете пять боёв. Пять боёв без проблем выигрываете. То у вас есть возможность залутать ещё дополнительно. Плюс устройство какое-то интересное. Которого у вас, например, нет на аккаунте. В целом, наверное, неплохо. Для тех ребят, которые играют в нашу игру. Я думаю, что это будет неплохое, интересное развлечение дополнительное. Ну, а вы пишите, что вы думаете по поводу этого ивента. Как вам этот ивент? Какие у вас мысли по поводу морского боя? Участвовали вы в этом ивенте уже? Попробовали ли вы свои силы? Я свои силы пока что не пробовал. Я думаю, что завтра выполним как раз-таки какие-нибудь вот эти вот задания. И попробуем тоже что-то сделать в рамках этого ивентика. Пишите свои мысли. Поддержите данный видос лайком. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, если вы ещё вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.